В России началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Оно будет проходить 7 дней. Основной назначен на 1 июля. Но, как известно, участки решено было открыть раньше, с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно. Вопрос, на который должен ответить каждый житель нашей страны, звучит так. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Вариантов ответа два. Да или нет? У нас началось всероссийское всенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Думаю, что всем стоит, конечно, проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки, воспользоваться мерами, которые были нами всеми предприняты для улучшения доступности голосования. С учетом эпидемиологической обстановки в правила проведения голосования внесли дополнение, чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусной инфекцией. На участках следует соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. А если голосующих много, то части из них придется подождать снаружи, на таком же расстоянии друг от друга. Каждому участнику голосования измерят температуру. Если повышенная, предложат заполнить бюллетень в отдельном помещении. Кому требуется, выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Голосование будет проходить с сегодняшнего дня до 1 июля включительно. Надеюсь, что люди проголосуют и сердцем, и разумом за те решения, которые, собственно говоря, предлагаются. Проголосовать можно будет не только в помещении, но и на свежем воздухе. Передвижный участок может появиться в любом дворе с 25 по 30 июня, если от жильцов поступит много заявок на надомное голосование. График работы утвердит участковая комиссия. Все желающие могут проголосовать и дома. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Волонтеры принесут бюллетень и избирательную урну на дом. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».